Всем привет! Мы вернулись и продолжаем ремонт под ключ на том же объекте. Как мы уже говорили в прошлых роликах, вся квартира будет в плитке. И сегодня мы будем укладывать плитку в кухне-гостиной. Расскажем о специфике и нюансах работы с крупноформатом. Давайте сразу поясним. Крупноформат это плитка имеющая одну из сторон более 60 сантиметров. Такая плитка может быть толщиной от 3 до 20 миллиметров и иметь максимальный размер, известный нам на данный момент, это 3,2 на 1,6 метра. В нашем случае плитка имеет размер 120 на 60 сантиметров. При работе с крупноформатом важно выбрать правильный тип клея, который гарантирует хорошую адгезию на протяжении всего срока службы, а также использовать СВП, чтобы не допустить деформацию плитки, независимо от вида укладки, будь то пол или стены. Вначале необходимо убедиться в том, что основание не имеет трещин, достаточно выдержанно и имеет ровную плоскость. Что касается нанесения клея, зачастую используется метод двойного нанесения, то есть на основание и на обратную сторону плитки с помощью зубчатого шпателя. При наружных работах такой вид нанесения обязателен. Делается это для того, чтобы избежать образования пустот под плиткой. Но в данном случае мастер идет на эксперимент. Да-да, мы уже собрали волну мнений на этот счет в соцсетях, но чуть позже мы протестируем надежность подобного метода. А выводы каждый сделает для себя сам. Следует отметить, что в нашем случае мастер самостоятельно подготавливал поверхность и она является близкой к идеалу, то есть отклонение на всей длине плюс-минус миллиметр. При этом во время укладки он использует вивоприсоску для усадки плитки. Только при таких условиях данный метод имеет место быть. При работе с крупноформатом межплиточный шов должен быть не менее двух миллиметров. Во-первых, это поможет при позиционировании самой плитки, так как независимо от того, дорогой или бюджетный у вас экземпляр, геометрия будет плавать. Об этом открыто говорят сами производители плитки. Во-вторых, они уменьшают так называемый модуль упругости. Говоря простым языком, плитка вместе с основанием образует монолит и не имеет возможности деформироваться. При усадке здания, изменения температуры и прочих факторов. Эту функцию берет на себя межплиточный шов. Для этих целей также можно использовать СВП, чтобы дистанцировать шов, а также зафиксировать плитку между собой. Для тех, кто смотрит это видео как пособие для самостоятельной укладки плитки, также имейте в виду, что вам обязательно понадобится виброприсоска. Вес одной плитки составляет в среднем 18 килограмм и правильно позиционировать плитку на основании без применения их не получится. Для того, чтобы дистанцировать вертикальную плитку однопольной, удобно использовать клин от СВП за счет удобного охвата и покатого носика, который позволяет поднять или опустить плитку на нужную высоту. При работе с крупноформатной плиткой СВП много не бывает. Зачастую крупная плитка по длинной стороне имеет погрешность геометрии, так называемая пузо, также может быть винтом или иметь прочие неровности, которые отчасти и позволяют исправить СВП. Вырезы под розетки мы делаем по месту. Если сделать все правильно, так получится даже более точно. нежели делать их перед укладкой. Как именно мы это делаем, мастер расскажет немного позже. Нормально слышно будет? Меня нормально слышно! Одно из самых главных этапов в укладке плитки это как начать. Многие задаются таким вопросом, и бывает, что долго думают или неправильно начинают. Вот на примере вот этой стены, то есть стена здесь, где двери, вся она будет в плитке, и то есть тут надо думать, как правильно разложить, и чтобы тебе было проще работать с этой стеной, потому что, ну блин, очень много кусочков. Я сделал просто. Я взял от угла, отмерил три плитки, то есть они у меня закончатся здесь. Отнял 10 сантиметров на всякие погрешности, то есть 10 сантиметров на целые плитки, они роли не сыграют, вы не увидите их, потому что у меня плитка метр двадцать на шестьсот. Вот. И у меня получилось, здесь целая будет плитка, ну кусок целый, и здесь будет целый кусок. Шов будет где-то вот в районе центра двери, и здесь будет так же самое где-то вот в районе центра двери. И кусочек уйдет вообще уже вот сюда, потому что здесь вообще будет шкаф, и то есть здесь будет вообще все равно, что тут, как тут, где тут, зачем тут. Вот. То есть я сейчас отмерил кусочки правильные, сейчас я напилю сразу эти кусочки, нарежу. Ну, допустим, здесь мне надо будет три плитки сделать, потому что следующая уже пойдет целая. Там тоже три плитки, и запилить их, потому что здесь откусы из плитки будут. И здесь у меня пойдут кусочек по пятьдесят три, так же самое целое, а здесь уже до потолка пойдет кусочек тридцать девять с половиной. То есть как-то так вроде бы просто, но не каждый зацикливается. Ну, то есть не каждый наоборот так все просто делает. Некоторые заморачиваться будут там оттуда разваживать, отсюда, то есть свои геморрой, как говорится. Все, погнали, смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я вам покажу один из методов высверливания отверстий в плитке. Этот метод уже происходит после укладки плитки. Некоторые подумают, что это страшно, но я ничего не боюсь. Накосячу, так накосячу. Потому что мы показываем настоящий и правильный ремонт, а не вот эту картинку для всех. Смотрите и запоминайте. Страшно, что не пи***ть, я ри***ю побуду вот это вот. А пи***ю, что это помощь в программе. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Одним из методов разметки отверстий является вырез отверстий по месту. То есть, когда уже плитка лежит, размечается и вырезается. Некоторые люди зададут вопрос, как? Как вы размечаете, уже отверстий не видно, плитка лежит. То есть, заранее, перед тем, как начинать укладку плитки, я размечаюсь. Вот, допустим, на вот этих двух отверстий сейчас я вам продемонстрирую. Для этого нам понадобится лазерный уровень по-любому. Ну, можно обычно, если есть где-то у вас рядом место, где-нибудь, допустим, плитка облаживаться, чтобы перенести метку. Но лучше использовать лазерный уровень. То есть, мы включаем, подносим лазерный нивелир к нижней метке. И вот, допустим, у нас на откосе рисуем. Это у нас низ. Теперь выставляем здесь верхнюю метку. Также сама на откосе нарисовали. То есть, это у нас вверх-вниз. Теперь длину, точнее, бока. Выставляем по краю подрозетника. И где-то вот тут лисуем. То есть, ориентировочно у нас как раз вот раз плитка. Два плитка закроет, это место у нас останется. И потом я вам покажу, как ее перенести. То есть, так же само. По центру выставили, нарисовали. И край. Все, сейчас у нас здесь вот метки и на откосе. Когда я уложу плитку, я вам покажу, как эти метки теперь перенести обратно сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я начинаю переносить метки, которые я заранее отметил Для этого нам опять понадобится лазерный уровень То есть включаю уровень Ловлю метку То есть вот одна метка Сейчас поймал, переношу Отпускаю ниже Переношу вниз Все, потом ставлю лазер на землю Соединяю луч С отмеренными метками Вот одна у нас метка Переношу сюда Двигаю Вторая метка Переношу сюда Еще раз двигаю Еще раз двигаю Вот у нас третья метка Все, вот он наш Два выключателя У нас здесь еще есть Один Получается Это розетка Так же Так же Отмеренным меткам Рисуем Я примерно понимаю, что она где-то вот здесь по центру Теперь вверх Смотрим Лучше видим Девушки не вижу Ага Понимаешь Или что Чуть-чуть промахнулись Ничего страшного Выскал, что там кто-то стреляет Вот так вот Вот И перенесем Еще раз вертикальные Сюда Раз Сюда Сюда Два Все И потом Как я показывал Может завтра посмотрим Еще раз Я покажу Как я их просто высверлю Уже на готовой плитке Но Желательно, чтобы плитка высохла Потому что Если Ну Здесь у меня Допустим Да Есть шов И при сверлении Плитка от вибраций Может сдвинуться То есть шов может уйти И от ветки Может сдвинуться Когда она высохнет То есть Уже ничего нам Не будет мешать Все Как вы видите Все достаточно просто Главное Точно нанести метки И перенести их обратно На плитку Также нужно быть аккуратным При сверлении отверстий На шве Так как можно Сколоть плитку В следующем видео Которое выйдет Совсем скоро Мы продолжим Рассказывать Про работу С крупноформатной плиткой Надеемся Вам понравился выпуск И если это так Не забудьте Поставить лайк И подписаться на канал А также можете Оставить свои вопросы В комментариях До скорого Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok